Ну, здорово, мы рады за тебя, что ты умеешь. А что не так с ниткой, я не поняла? Я не знаю. Может, призыв Диавола, блядь? Не знаю. Просто нитка обычная. У меня татуировки вообще, ребята. И красные, и тёмные. С какой целью ты эту нитку носишь? Ну, не знаю, когда я покупала её в магазине, она была, по-моему... Поняла, там, короче, висела нитка. Там была розовая, и она стала красной. Нет, она была красной. И там, короче, висела с ней вместе какой-то кулончик, и был на ней написан этот... Ну, зачем эта нитка? То есть к деньгам, к счастью, там, благополучию. Ну, короче, я купила нитку вот эту с брелком. Брелок у меня отпал, и там было написано то, что благополучие. Но я её взяла к благополучию. То есть ни туда, ни сюда. А у меня вообще я вся татуированная, девочка такая. Посоветуйте... Ребята. Посоветуйте, что покушайте, если дома ничего нету. Блядь, брат, пойди и возьми дошик. Если ничего нету, тогда мы ничего не можем посоветовать. Дошик? Иди возьми дошик. Да, дошик — это вообще безправильничный вариант, и недорого. Получается, ты поверила, что нитка даст тебе благополучие, честно. Ну, не знаю, я больше верю в то, что... Я верю. В то, что если ты сам себе задаёшь какие-то мысли, то они сбываются. Или какие-то вопросы. Да, то есть мысли материальные, если ты в это веришь, то это сбывается. А так я её купила просто, потому что мне понравился брелок. Алло! Вот и всё. Алло! Алло! Узбекский говорит? Нет, я не говорит узбекский. Нет, вообще узбекча... Бельминова. Вот она говорит узбекский, я не говорю. Нет, я не говорю на узбекском. Ну, так вот. Я вообще не говорю. Нет. На корейском говоришь? Ну... Нет. Нет, я могу просто читать. Просто подобные нитки, глазики и прочее, что я не успела... Это из-за разряда суеверия. Ну, я понимаю, что это какое-то суеверие, но человек сам себе задаёт... Человек сам себе задаёт... Чё, поедешь взять, чё? Половину знать. У меня глаза не видят. Половину знать. В Корею хочешь поехать? Ну, было бы неплохо, если честно. Тут один... Тут одни иностранцы собрались, но, видимо, да. Короче, по поводу нитки, типа, да, это всё суеверие, но... Опять же говорю, человек сам себе задаёт какую-то веру, поэтому... Не вижу в этом ничего зазорного, носить эту нитку. Типа, кому как по кайфу. Я так считаю. Хочет, носит, хочет, не носит. Какая разница? Приезжай в Казахстан, вместе голодать будем. О, господи, нет, только не Казахстан. Ну, кстати, я бы хотела в Казахстан вот именно... Нет, именно... Именно просто, блядь, погулять, да? Да, но не жить. Но не жить там. Нет, ребят. Конечно, крестик же носят. Ну, да. Кто-то носит. Я не ношу крестик. Раньше носили. Примешь заявку один пример привести и потом выйдут. Нет, sorry. Казахи не кушают русских, хорам. Что? Казахи насилуют русских и так далее. Давайте не будем, ребята. Я не прощаю. Ну, ладно, твое дело. Нам вообще поебать. Да. Мы тут не сидим ради того, чтобы нас кто-то прощал или понимал. Принимал, понимал. Мы сидим, потому что скучно, блядь. Насилуют, не ври, а. Что? Ладно. Что именно, блядь? Подожди, что ваш партнер говорил по-узбекски? Казахи любят русских. Ну, ладно, мы не русские. И не казашки. И не узбечки. Там разницы нету. Мы просто человеки. Все тюркские языки, то есть западные языки, все похожи. Казахи любят россиян. Ну, я думаю, россияне тоже любят казахов. Почему нет? Ну, кстати, мне нравятся казахи. Толко русский, да? Да. Вы бабуины. Хорошо. Немец пишет. Немец пишет нам о том, что мы бабуины. Хорошо. Говорит чел, который вторую мировую проебал. Бля, смешно. Хорошо, ладно. Ну, да. Та ты, батья, сильно пошатила. Нет? Вы бабуины, пишет темец. Мои родные. Вы татары. Ну, я наполовину. Люблю вас. Спасибо. У меня уже припадки начинаются. Я с тобой. Привет, пиздатый. Привет. Татуировка на руке. Спасибо. Я сегодня сломала ноготь, ребята. Да, кстати. Именно вот этот. Паплише покажу. Посмотрите. О, это жестко. И причем сломала именно гель-лакс, сука. Ты думаешь, я не понимаю? Ну, больше всего, наверное, да. Подожди, подожди. Зато немцы сейчас живут, а вы существуете. Существуете вы, а мы живем. Ребята, вы проебали войну. Нет, это пишет не... Сейчас, подожди, кто это пишет? А, нет, это немец пишет. Зато сейчас немцы живут, а вы существуете. Но смотри, я не оспариваю тот факт, что в России сейчас как бы, ну, пенсионеры, особенно люди, которые прошли Вторую мировую войну, живут не очень хорошо. Да, большинство людей, которые прошли Вторую мировую войну, да. Я немножко не понимаю этого, какого хера, типа, на... Ну, Россия выиграла войну, по сути, и они живут в таких условиях. Теперь я вам скажу себе. Сейчас, подожди. Но именно мы, мы не жалуемся. Мы живем очень хорошо, поэтому нам нормально. Мы не существуем. Мы живем. Мы даже балдеем, так скажем. Даже. Поэтому мы не жалуемся. А именно за стариков, за людей, которые прошли войну, да, их жалко. То, что государство вот так вот к ним относится. Третья мировая, когда началась, ты знаешь, в Третьей мировой нету еще. В 23-м году. В 23-м году. Нет, подожди, нет, в Третьей мировой еще не было. Это уже, это уже началась в Третьей мировой. То, что сейчас происходит между Украиной и Россией, это не Третья мировая, это по сути. Ну, по факту это считается что-то такое. Ну, это не прям такая вот. Спасибо, чувак. Ты не глупая, оказывается. Да. Пошел нахуй. Привет, сколько лет тебе? Ну, сколько-то там. Это была проверка. Хорошо. Проверка, ну что, девушка в черном? Я влюбился. Не надо. Ты выглядишь невероятно прекрасно. Кто? Девушка в черном. Вот, видишь? Нету Третьей мировой войны. Ее нету, реально. Просто, если сравнивать Первую мировую и Вторую мировую, сейчас не такая глобальная война, как раньше. Ну, если Украина дальше будет выебываться, будет Третья. Ну, это да. Там уже безоговорочно. Нет, тут даже дело не в том, что Украина будет выебываться, или Россия, например. Дело в том, что если этот конфликт не разрешится раньше времени, то, скорее всего, начнется что-то глобальное. Что-то, короче, глобальное начнется. Это вы себе внушаете. Пошел нахуй. Мы себе ничего не внушаем. Пошел нахуй. Привет, возьми меня за шкирку. Да бы я тебя возьму. Слушайте, я-моё, если вам трудно в России, ждем татаров, КЗ, поможем. Слушайте, ребята, мы вообще сами не из России. Мы сами из Узбекистана. И мы знаем, каково, как жить вообще в мусульманской стране и так далее, по этим религиям и так далее. В этой стране по этим, поэтому, как бы сказать, скажи мне, как у вас называют... Сейчас, подожди, только от вас зависит. Будущее человечество, мировые лидеры ждут, когда же вы предложите план выхода. Ну, я считаю, что это не совсем так. Типа, от простого народа мало что зависит. Да. Очень мало что зависит. Простой народ, типа, просто как тряпки. Типа, от простого народа мало чтоap